В эфире итоговая информационная программа в студии Алены Куколевой. Здравствуйте! О событиях этой недели вам расскажут наши авторы. Смотрите в этом выпуске. Ночь улица Фонарь. В городе участились аварии в темное время суток. Удивительный тандем. Лучшим кинологом стал рязанец. Тепло и уют – роскошь не для всех. В Рязани замерзают слабовидящие люди. Куда уехал цирк или когда рязанцы увидят представление? Короткий световой день дает свои первые плоды. Зимой, когда ночь наступает, уже к пяти вечера. Рязань погружается во мрак. В ГИБДД бьют тревогу. На пешеходных переходах за 10 месяцев текущего года в темное время суток произошло 110 ДТП. При этом 4 человека погибли, 110 получили ранения. Наиболее аварийный период – вечер с 6 до 9 часов. Рязанские госавтоинспекторы подвели итоги. За 10 месяцев 2016 года в Рязанской области произошло 296 ДТП. При этом погибли 32 человека и ранены – 277. Как говорит статистика, наиболее аварийным в регионе является период времени с 6 до 9 вечера. А наиболее аварийным днем недели – пятница. В сельской местности больше всего ДТП случается также – с 6 до 9. А наиболее аварийным днем названо воскресенье. Тот факт, что рано начинающееся темное время суток играет свою роль, неоспорим. Темнеет все раньше и раньше. Водители не видят пешеходов. Пешеходы – водителей. А дорожные полицейские в очередной раз призывают участников дорожного движения быть внимательнее и осторожнее. И не пренебрегать, в общем-то, элементарными правилами. Введено в настоящий момент в правила дорожного движения, что люди, которые двигаются по загородной дороге, должны обязательно использовать световозвращающие элементы, которые смогут помочь увидеть водителю этого пешехода на достаточно большом расстоянии. За последние дни произошло несколько таких ДТП. Пешеходы не использовали светоотражающие элементы, в результате чего один получил смертельные травмы, другой – очень серьезные. Конечно, в условиях города видимость на пешеходных переходах тоже оставляет желать лучшего. Не стоит забывать и о том, что тормозной путь в зимнее время года также значительно увеличивается. Поэтому пешеходам и автомобилистам стоит идти навстречу друг другу. Первым – быть внимательнее и не нарушать скоростной режим. Вторым – не пренебрегать светоотражательными элементами. И, конечно, смотреть по сторонам, переходя дорогу. Таким образом, ценой жизни становится освещение городских дорог. Здесь в темное время суток, как в Средневековье. Виной тому светодиодные фонари, которые установили не так давно. По мнению жителей, они не справляются со своей задачей. В целом, по городу ситуация примерно везде одинаковая. Со смены ламп на энергосберегающие Рязань погрузилась во мрак. Одной из последних новостей стало судебное разбирательство, в результате которого было принято решение о том, что администрация города Рязани обязана выплатить около 21 миллиона рублей по энергосервисному контракту. Информация об этом появилась в СМИ 24 ноября со ссылкой на заявление председателя Гордумы Владислава Фролова. Ранее ситуация разворачивалась следующим образом. Дирекция по благоустройству города подписала энергосервисный контракт с фирмой ГПБ «Энергоэффект». Именно она выиграла конкурс на повышение энергоэффективности Рязани. Затем подрядчик был обвинен в мошенничестве по причине невыполненных в срок работ. Было заведено уголовное дело. По данным правоохранительных органов, городу был нанесен ущерб в 10 миллионов рублей. Однако на днях фирма отстояла свои позиции, доказала выполнение своих работ. И ситуация развернулась в обратную сторону. Теперь сам город должен платить. Только не 10 миллионов, а в два раза больше. Но проблема от этого не уйдет. Еще год назад наши коллеги-журналисты провели расследование, в результате которого выяснили, что реализация программы освещения Рязани выполняется некорректно. На наш взгляд, при проектировке новой уличной сети освещенности были нарушены некоторые нормативы. А во-вторых, как выяснилось уже позже, эти самые новые светодиодные светильники эксплуатировались в неправильных условиях. Вот наглядные графики того, как производится освещение с помощью светодиодных фонарей. Между столбами наступает зона тьмы, в которой водителям не видно ни дороги, ни пешеходов. А под фонарями, наоборот, слишком ярко происходит удар водителям в глаза. Получается, что Рязаня освещена по принципу зебры. Где-то слишком светло, в других местах очень темно. Чтобы этого не происходило, светильники должны стоять друг от друга на расстоянии 10 метров, а не 60, как это порой случается. Мы активно работали с независимыми инженерами, выезжали несколько раз на улицы города, производили дважды замеры различными приборами, в том числе проверяли, чтобы приборы были прошедшие по верху, составляли графики. Все, в общем-то, на официальном уровне практически проходило. То есть никакой отсебятины, никакой от редакции мы не несли. Кроме того, журналисты пояснили, что в прошлом году при расследовании они активно работали с производителями светильников, которые высказывали свое мнение и помогали разобраться в ситуации. Выяснилось, что светодиодные светильники, по идее, могут выдерживать напряжение до 260 вольт, а по факту на них подается порой повышенное напряжение. Так было зарегистрировано значение, составившее 352 вольта. Таким образом, светильники не выдерживают и выходят из строя. Такие случаи считаются негарантийными. Напрашивается вопрос, почему все происходит именно таким образом. Может быть, стоит ставить светильники поближе друг к другу, и тогда не придется подавать на них чрезмерное напряжение. Или следует все-таки вернуться к лампам накаливания, которые позволяют рассеивать свет дальше, чем светодиодные фонари. Поскольку после того расследования, о котором мы говорим, прошел год, в этот раз журналисты телекомпании «Город» проведут свое расследование. В ближайших выпусках новостей мы сообщим вам, как обстоят дела с уличным освещением на дорогах нашего города в эти дни. Куда уехал цирк? Прошло уже полтора года с тех пор, как рязанский цирк закрылся на ремонт. С тех пор он успел погореть. Началось благоустройство территории вокруг него. А вот на каком этапе находится ремонт, мало кому известно. Анна Герцовская узнавала, скоро ли арена снова будет принимать рязанцев. Это цирк изнутри, точнее, холл, который видели многие рязанцы. Стоит сказать, что работы по капитальному ремонту учреждения начались с демонтажа. После него вскрылось много новых фактов, которые прибавили работы строителям. Когда делали новый проект, соответственно, опирались на проект, по которому был построен цирк. Ну, вот там всплыло, что по тому проекту, допустим, где конюшник, где малый манеж, вот, что это все были грунты, обратные засыпки. Когда сейчас все вскрыли, там оказались пустоты, не грунты, обратные засыпки, как было, а там оказались просто пустоты. Когда они спустились, очень много возникло работ, требующих усиления и фундамента, и колонок. После обследований дополнительными обвязками были усилены практически все колонны, на которых держатся плиты перекрытий. Это сделано для безопасности будущих зрителей. Здесь видны новые кирпичные кладки. В старых практически каждый кирпич был покрыт трещинами. Был вскрыт пол первого этажа, он прошел через процесс выравнивания. Раньше пол имел большие неровности и перепады в несколько сантиметров. Это происходило от того, что со временем фундамент менял свое положение. Его, кстати, также укрепили. Цирк был построен в 1971 году и ни разу здесь капитальный ремонт не проводился. Не секрет, что сейчас работы затянулись. Раньше открытие цирка планировалось под конец текущего года, но теперь оно назначено на сентябрь 2017 к открытию нового сезона. Реально произошла задержка федерального финансирования. Соответственно, администрация области помогает пролоббировать интересы, чтобы финансирование продолжилось. Раньше здесь наблюдалось порядка 150 рабочих, теперь в трудные времена в 10 раз меньше. К тому же, произошедший год назад пожар новой кровли добавил ложку дегтя в происходящее. Однако горизонт, за которым начнутся новые представления в цирке, все-таки виден. Для меня очень важно, что последние лет 20 считалось, что в цирке есть малый манеж, репетиционный еще манеж, но его как такового не было. Сейчас после капремонта у меня появится второй манеж, который позволит разгрузить основной манеж на репетициях. Здание цирка включает в себя и административные помещения. Их также полностью переделывают. В некоторых гримерных пришлось сносить стены и ставить новые. Все здание цирка получило новые системы коммуникаций, итальянскую охлаждающую вентиляцию. Кроме того, заменили электропроводку, систему пожаротушения, отопления и многое другое. Все заработает, как единый механизм. В самом манеже появятся мягкие кресла, стационарное освещение и звук, по проекту требующие больших вложений. На входе появятся пандусы для людей с ограниченными возможностями. Первый ряд будет заменен местами для этой же группы лиц. Это только малая часть того, что увидят зрители, когда цирк будет открыт для них. А директор обещает постараться предоставить гражданам интересные программы, которые создадут им хорошее настроение. Скандальный дом Циолковского в Рязани по официальной информации построен после переезда ученого. Если верить размещенным госкорпорации данным, здание на Вознесенской 40 не имеет отношения к отцу космонавтики. Накануне петицию с просьбой сохранить памятник истории отправили президенту страны. Дом планируется снести в ближайшее время по программе расселения ветхого фонда. Дом номер 40 по улице Вознесенской. Давно пустует. В 2011 году его признали аварийным. Ровно через неделю, 28 ноября, решится судьба этого дома. Кто-то получит тендер на его снос и в течение 15 дней дом сравняют с землей. А ведь именно здесь, когда-то в 1860-е годы, проживал основоположник практической космонавтики Константин Эдуардович Циолковский. О проживании Циолковских в доме Калеминой стало известно в 1960-х годах. В период подготовки к открытию музея Циолковского в Выживском. Копии автобиографии Константина Эдуардовича из архива РАН с упоминанием этого факта директор музея Коваль передал на хранение в Рязанский Кремль. Однако до недавнего времени не было известно, где находится дом Калеминах, пока указанные данные не были выявлены заместителем директора Государственного архива Рязанской области по научно-методической работе Дмитрием Филипповым. Выяснилось, что дом действительного статского советника Александра Ивановича Калемина, видного чиновника и откупщика эпохи Александра II, короткого приятеля известного земского деятеля Кошелева, находится на улице Вознесенской, 40. Как вспоминал сам Циолковский, мы жили сначала в одном отделении, потом в другом, а вот в то отделение, где мы жили, заехали потом Белопольские. Причем Белопольские по какой-то иронии судьбы, люди, в общем-то, тоже имеющие такое косвенное отношение к астрономии, поскольку Петр Васильевич это племянник известного русского астронома Аристарха Белопольского, поэтому вот такой получается космический дом. В Рязани всего два здания имеют прямое и непосредственное отношение к Циолковскому. Дом его матери по улице Урицкого, 53, и дом Калеминых. Дом Трубникова и Носадовы уже уничтожен. С учетом мемориальной значимости домов, Министерству культуры Рязанской области неоднократно предлагалось внести указанные дома в реестр объектов культурного наследия региона. Однако до настоящего времени дома не имеют статуса памятников. Лишь недавно на стене дома по Вознесенской, 40, появилась памятная табличка. Что это абсолютно достоверная информация о том, что там проживала Циолковский. Другой вопрос, что она как-то нигде у нас не звучала. И понятно, собственно, почему. Потому что долгое время не могли определить, где конкретно находится тот дом, в котором жила семья Циолковских в один из своих рязанских периодов. Заходим внутрь, пробираемся через груды мусора, поднимаемся на второй этаж. Дом вовсе не создает впечатление ветхого. Заброшенного – да, но реставрировать его вполне возможно. Это факт. Я считаю, что как минимум этот дом просто нужно сохранить. А в лучшем случае его можно было бы использовать как минимум под музей Циолковского, мемориальный. То есть попробовать восстановить. Понятно, у нас есть Ижевская с музеем, но в Ижевской далеко не все поедут. А туристы, которые приезжают в Рязань, мне кажется, с удовольствием бы посещали этот музей. Недавно снесен дом Ганнушки, на котором украеведы пророчили возможность стать музеем истории рязанской медицины. Неизвестно, появится ли литературный музей. Им мог бы стать дом сестер Хвощинских. А музей космонавтики в более удобном месте, чем Ижевская, вполне возможно было разместить здесь, в доме по улице Вознесенской. Но, видимо, это городским властям неинтересно. Общественный комитет в защиту историко-архитектурного музея-заповедника Рязанский Кремль направил обращение в прокуратуру Рязанской области, в котором сообщает о запланированном сносе дома Циолковских в Рязани. Напомним, охранного статуса у здания нет. Есть поверье, что автомобили с красивыми номерами пользуются особой привилегией на дорогах. Но для фиксирующих скорость камер разницы нет. Круты или обычные нарушают правила. Да и рязанских автоинспекторов красивые цифры тоже не подкупают. Проверки стороной не обходят никого. Казалось бы, что может быть проще, чем вовремя оплатить штраф. Тем не менее, в нашем городе немало любителей накапливать собственные проступки, а потом попадать в несильно приятные ситуации. Рязанская полиция совместно с судебными приставами систематически проводят профилактические мероприятия по выявлению штрафников. Один из таких рейдов под кодовым названием «Должник». Прошел и вчера. На Дягилевском посту вновь ловили особо провинившихся. Цель подобных мероприятий заключается в взыскании административных штрафов, которые были ранее наложены. Хотелось обратиться и напомнить гражданам, что предусмотрена административная ответственность за уклонение от исполнения административного наказания, которое предусматривает штрафные санкции. Это в двукратном размере от суммы неоплаченного штрафа или административный арест. Данная статья 20.25 Кодекса административного нарушения. Чтобы не допустить подобные нарушения, необходимо вовремя оплачивать административные штрафы. Не стоит забывать, что в поле зрения госавтоинспекции каждое автомобиль за перемещениями следят, в том числе и с помощью камер видеонаблюдения. А проверить, совпадают ли номера с базой неплательщиков, можно на ближайшем посту. Ну и, конечно, не проще ли воспользоваться преимуществами, которые даются тем, кто оплачивает штрафы максимально оперативно. В течение 20 дней на них полагается скидка в 50%. Тем более, что в противном случае можно не только накопить приличную сумму, но и расстаться с автомобилем, который могут конфисковать даже прямо на посту. Тепло и уют, к сожалению, роскошь не для всех. Только вот как быть, когда на улице зима, а отопление вместе с горячей водой систематически выключают. В Рязани подобных домов немало, но когда проблемы такого рода случаются еще и у тех людей, чьи возможности ограничены, ситуация становится настоящей бедой. Холодная квартира и холодная вода. В доме номер 30 на улице Ленинского Комсомола периодически возникают проблемы. В течение ноября здесь уже 4 раза отключали отопление. Сегодня в квартирах жителей снова холодно. Одновременно с теплом пропадает и горячая вода. Местные жители заметили, что проблемы возникают в начале отопительного сезона, а также после аварии на линии. Несмотря на то, что их последствия оперативно устраняются и в соседние дома тепло возвращается, здесь по-прежнему холодно. Там стоит старый вентиль внизу на этом стоике, и он постоянно там резинка закрывает выход в воде или вход в воды. Из-за этого нет циркуляции. Ситуация усугубляется тем, что в доме в основном живут незрячие или слабовидящие люди. Анна Устинова и ее муж не видят совсем. Вместе с ними в квартире живут только несколько кошек. Обогревателем пенсионеры не пользуются, потому что есть риск просто забыть о том, что он включен. С наступлением минусовых температур пожилой паре приходится надеяться только на теплые вещи. Жители дома периодически звонят в свою управляющую компанию, однако радикальных изменений не видят. Проблема с водой и отоплением возвращается раз за разом. А слесаря придут, воду прогонят по стоякам и опять уходят, а проблема остается. Почему? При этом перерасчет за дни без отопления управляющая компания пока не делает и комментариев по тому будут ли они не дает. Напомним, что в этом году тарифы на коммунальные услуги повысились на 4,4%. Также Рязань оказалась на втором месте по ценам на горячую воду. За один куб мы отдаем 162 рубля 24 копейки. Это всего на 40 копеек дешевле, чем в Москве. По стоимости холодной воды мы находимся на четвертом месте. Цены растут, а проблемы остаются. И несмотря на то, что жители дома исправно оплачивают коммунальные услуги, теплоязык дома все равно периодически уходит. Рязань заняла 20 место в рейтинге крупнейших российских городов по качеству жизни в этом году. Его составил финансовый университет при правительстве страны. 78 рязанцев полностью или в основном довольны жизнью. Наталья Новикова провела собственный опрос. Скажите, пожалуйста, вы довольны жизнью в нашем городе? Полностью. Что больше всего нравится? Все. Ну, я город свой обожаю. Мне все нравится. Мне нравятся люди. Мы все равно здесь добрые, хорошие. Хотелось бы большего, возможно. Ну, в принципе, да. А скажите, пожалуйста, вы довольны жизнью в нашем городе? Ну, да. Все устраивает? Устраивает. А что больше всего нравится? Ну, я не знаю. Дороги не нравятся. Дороги, конечно, в плохом состоянии. А так все нормально. Скажите, пожалуйста, а вы довольны жизнью в нашем городе? Ну, в принципе, довольны. А вот то, что там ЖКХ обещают повысить, никак не расстраивает? Ну, может быть, и расстраивает, но мы на это повлиять никак не можем. Если можно было бы повлиять. А место жильства никогда не хотели поменять? Ну, в принципе, нет. Меня все устраивает. Люблю Рязань. Да, очень довольна. Все нравится? Все устраивает? Да. Вы довольны жизнью в нашем городе? Нет, конечно. А что вас больше всего не устраивает? Работы нет. В городе грязь. А я не местный, я только что приехал, можно сказать. Ой, ой, ой. А тогда расскажите, как вот наш город вам? Ну, пока на вид-то вроде ничего. Мы выходим, это пять минут по нему только. Мы из Екатеринбурга. Пошли смотреть ваш собор. Довольны ли вы жизнью в нашем городе? Очень. Собака, как известно, настоящий друг человека, зачастую помощник. Эти прекрасные и сильные создания являются символом верности, а некоторые даже спасают человеческие жизни. Кинолог Андрей Конкин и его собака Фред стали лучшими среди кинологических расчетов в Рязанской области в 2016 году. С удивительным тандемом познакомилась Галина Ершова. Андрей Конкин и его пес Фред стали лучшими среди кинологических расчетов Рязанской области. Только в этом году они участвовали в 14 поисково-спасательных операциях и нашли 9 пробавших людей. Во время трагедии на первом осеннем переулке, когда в доме номер 4 прогремел взрыв бытового газа. Работали две кинологические команды. Собакам предстояло проверить завалы перед тем, как сотрудники МЧС смогут начать разбор девятого этажа. Никто не думал, что практически в эпицентре взрыва могут остаться живые. Один пес уже закончил поиск и никого не нашел. Но Фред упорно продолжал. В какой-то момент хозяин потерял его из вида. Собаки не было 5 минут. На течение 5 минут обыск такой территории должен уже привести к результату, либо собака должна вернуться. Но пса нигде не было. Андрей поднялся на десятый этаж, вновь спустился на девятый, полностью обошел периметр и заглянул под каждый камень. Я не пойму, где он гавкать. По сторонам смотрю, а собаки-то не вижу. А темно, и, блин, я влево, вправо, вперед, а все, а спереди вообще там пустота. Мне-то смотрел, хвост такой спит, тынь-тынь-тынь, и он там гавкает. А он гавкает в человека, на людей гавкает, а я его не слышу из-за того, что он там внутри гавкает. В то утро Фред нашел под завалами пожилую пару. Именно ради таких счастливых моментов Андрей и его пес каждый день тренируются, снова и снова отрабатывая команды и маневры. Они вместе уже 4 года и понимают друг друга без слов. Часто пес сам знает, куда и зачем его привезли. Когда он приезжает в лес, у него уже в голове выработан стереотип, то, что мы приехали в лес, значит, надо работать. Также он приезжает на техногенный завал, и у него тоже в голове уже выработан стереотип. Мне придется не гулять, ничего. Фред немецкая овчарка. Он очень подвижный, ласковый и относится к игровому типу собак. За успешное выполнение заданий и послушания он получает не лакомство, а любимую игрушку. Сейчас ему 5 лет, но Фред резвится и бегает совсем как молодой щенок. Он мягкий такой, податливый, на все согласный. Но бывает то, что его можно передавить, и он может как бы обидеться. Он очень эмоциональный. У него бывает день хороший, а день такой, ну ладно. Андрей и Фред настоящие профессионалы. За время совместной работы они полностью изучили привычки друг друга. Ведь именно отслаженности действий и высокого уровня взаимопонимания между напарниками может зависеть чья-то жизнь. На этом все. Новости и другие авторские программы моих коллег смотрите на нашем сайте город62.tv Мы прощаемся с вами до понедельника и желаем вам хороших выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин